Перед началом общей встречи глава города побывал в детском саду, расположенном на территории микрорайона. Здание требует ремонта, и Анатолий Пахомов пообещал, что работы здесь будут проведены. Очень довольна визитом мэра, благодарна ему за то, что он нам пообещал сделать фасад и групповые помещения. Мы ждали это более 10 лет. К вопросу ремонта детского сада вернулись и в рамках схода граждан. Эта тема волнует большинство молодых семей района. Принятое решение городоначальник озвучил на встрече. Фасад, полностью все, что связано с внешним обликом, это выделяем деньги. И до 1 сентября, до начала нового учебного года, значит, будет отремонтировано. И две группы, которые нуждаются сегодня в ремонте, я их посмотрел, они тоже будут сделаны за счет наших шефов. Детская и спортивная площадка в микрорайоне требуют не просто ремонта, а полной реконструкции, жалуются горожане. Устаревшие турники опасны для юных жителей. Негде гулять и с малышами. Детям негде играть, им просто негде играть. У меня есть ситуация. Детская, вот нам бы желательно детскую площадку. Мы сейчас договариваемся, через полтора месяца глава района говорит, я найду, я ему говорю, если вам понадобится помощь в выделении денежных средств, я их готов вам помочь. Но детскую площадку внизу поставить надо. Недовольны жители своей управляющей организации, которая, по их мнению, некачественно проводит работы. Глава предложил отказаться от услуг компании, недобросовестно выполняющей взятые обязательства, и выбрать новые, возможные по более низким тарифам. Предложение мэра поддержал и глава района. Я все-таки на стороне того, что вы говорите, Антон Николаевич, что жители должны выбрать сами. Но выбор предложил несколько компаний, в том числе и вновь создаваемые на территории города Сочи и Хостинского района. Есть предприятия, которые только начинают свою деятельность, возможно, им будет интересно взять даже такие дома, которые сложные. Будет решаться проблема уличного освещения. Микрорайон растет, мощности недостаточно. Плохое освещение и вокруг образовательных учреждений. Для решения этого вопроса необходимы не только денежные средства, но и разработка и принятие технических условий. Здесь важна оперативная работа специалистов администрации и предприятия «Сочи-свет». Давайте совместными усилиями, я выделю деньги на фонари, вы дадите свои, наверное, опоры. Это вопросы безопасности, в первую очередь. И мы это обязательно должны сделать. И до 1 сентября, до школьных, до начала школьных, это должно быть сделано. На днях здесь начался и масштабный ремонт дорог. Восстанавливают полотна на улицах Звездное, Новороссийское шоссе. Денежные средства выделены, дорожная карта утверждена. Работы планируют завершить до 1 сентября. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.